А тут одно с вами, амбиции стало больше Ями Фростят на бите, дайте еще бошек И нет, я не рэпер, но я флексить могу жестче Крикну как Кинг-Конг, вы пообозрётец Да я главная горилла в этих диких джунглях Скот растет бананы и продает поштучно Кто-то тебе скажет, что ями шизанулся Ха-ха-ха-ха, кто-то там прав, бля Ребятки, снова привет, с вами ями Фрост И сегодня мы поговорим о компосте и о перегное В чем же разница? И разница в том, что в перегное намного больше азота То есть там происходит натуральный процесс брожения Как, не знаю, на примере алкоголя, что-то типа того И процессы там ничем не контролируются Оно вот просто гниет и все И в процессе этого у нас получается азот и остальные элементы Но, как правило, больше всего азота И азот это важный элемент для растения Но он только один из трех основных А остальные два нам проще всего и удобнее всего получить с помощью компоста И в чем же разница, что такое перегное, что такое компост Ведь и то, и другое, оно бродит и гниет А разница в червях В компосте есть черви И вот пример хорошего червя для компоста Это у нас калифорнийский красный червь Его также красный ползунок называют Вот, ну они здесь еще маленькие Вот, но они уже, в принципе, подходят для компоста И в чем же суть? Мы берем что-то Это может быть и огурец И вот хороший пример Вот все, что в этом пакете Здесь и хлеб, и помидоры И что-то, что было живое Это все может стать нашим компостом И, в принципе, из этого же делают перегной Также перегной можно взять как И, допустим, навоз какого-то животного То есть это может быть курица, кто угодно Корова, заяц, там, кролик Это все может работать Особенно кролики У кроликов очень хороший навоз для компоста И ладно, давайте уберем ствола в сторону И побыстренько мы с вами соберем компост У нас основой будет Для брожения земля Бродить у нас с вами будет здесь И разлагаться Помидор, хлеб, всякие Подливоты И еще здесь тоже помидоры Вот, а помогать и контролировать Весь этот процесс будут вот эти маленькие Засранцы Ну и мало того, что они как бы все это помогут нам переработать И превратить в компост Они еще так же, видите Вот эти вот круговые штучки маленькие Это не земля, ребята Это ихний навоз И он называется по-научному биогумус И его, как правило, они тоже очень много производят Что нам очень кстати Как и с замесом берем Сначала насыпаем Ну, вот, чисто хотя Прямо для примера походу просто В микродозинге, так сказать Мы ее разрыхляем потихой Хотя, в принципе, и черви это за меня могут сделать Вот Потом Добавляем наши ништячки Их желательно немножечко размельчить Хотя, это черви тоже, в принципе, за нас сделают Но, тем не менее Так, еще какие-то... Блядь, чем глубже, тем вонючее Так, ладно, отсюда мелких помидоров возил Вот так И теперь эту всю дичь Мы немножечко мельчим И просто перемешиваем Теперь добавляем наших малышей Как бы Если вы спросите о количестве То 30-40 в принципе хватит Вот Я не буду много тратить червей Сделаем вид, что нам их хватит И в конце мы просто все вот это дело перемешиваем И у нас получается компост Но, чтобы ему превратиться в настоящий компост Нам нужно минимум Ну, месяца 3-4 Вы как бы сами поймете Потому что, когда вы размешаете Даже через 2 месяца Ну, и картина будет уже не такая Вот этот салат вы уже, нахрен, не увидите вообще Вот Ну, и по мере того, как все разложится Вы можете это понять и по запаху И по состоянию вообще компоста Если все, что вот здесь было живое Внутри пропало Значит, все То есть, вот этого огурца Его прям не будет Потому что черви жрут все Даже вас И в продолжение нашей темы О компосте и перегное Хочется также немножко задеть тему перегноя Вообще, что это такое А это у нас вот такой вот полный пиздец Это перед вами ядерная боеголовка Которую просто опасно открывать О, блядь Это просто ужас Лучше не дышать в этот момент носом Вот И как вы видели Там просто, блядь, все То есть, это могут быть и овощи И лисы, и мясо И все подряд И суть в том, что Все это дерьмо просто бродит там И гниет натуральным способом И еще и без кислорода И все, что там происходит Просто все элементы Которые там уже были Они как бы удваиваются Утраиваются Ну и кислотность там соответствующая Вы как бы понимаете Но, тем не менее Как бы Перегноя тоже очень работающая тема И это просто альтернатива компосту Когда, допустим, нет червей Или когда объемы выращивания чего-либо Они просто, ну, огромные И делать такую огромную Как бы гору компоста Ну, просто По бабкам банально Не очень весело А с перегноем все равно Как бы все весело получается Вот даже банан на кабачок Вот, блядь, сравните с моим пальцем Это пиздец просто Так что, ну, как бы Перегной или компост Это зависит, наверное, от ситуации То есть, если У вас какая-то небольшая Маленькая культивация дома для себя Если вы понимаете, о чем я То компост это идеальная вещь Там все будет сбалансировано Все круто И всего будет хватать Ну и еще, пожалуй, скажу Наверное, одной самой большой разницы Между компостом и перегноем Это азота О котором я уже упоминал речь И для каких-то культур Это будет, ну, не совсем вариант Я про перегной То есть, его там, ну, столько этого азота В перегное Что, ну, некоторые культуры Могут просто охуеть А кому-то даже понравится И они будут еще просить Поэтому, ну, перегной Это такая тема, как бы Более рискованная Менее сбалансированная А компост, он более мягкий Более сбалансированный И подходит, в принципе, для всего Как-то так Если есть какие-то вопросы Еще комментарии Пишите, ребята Под видео Буду рад На связи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!